Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня журналист Андрей Лошак. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните нам, также пишите в WhatsApp 230-6191. Андрей, премьера вашего документального сериала «Холивар. История Рунета» запланирована на 5 августа. Сериал, как нам известно, расскажет о том, в том числе, зачем нужен закон об изоляции Рунета государству, который в ноябре вступит в силу. Какой реакции ждете от зрителей? Какой могу ждать реакции? Я надеюсь, что его просто будут смотреть, обсуждать. Мне кажется, любой автор ждет чего-то подобного. Ну вот ваш проект рассказывает об эволюции русскоязычного сегмента интернета, да? И какой она была? То есть от полной свободы до сроков за репосты можно ли так охарактеризовать этот период эволюции? Или вы как-то иначе это все-таки воспринимаете? Абсолютно. Я думаю, это исчерпывающее описание эволюции Рунета в нескольких словах. И сегодняшние события... Я сейчас просто зашел в Фейсбук и просто глаза на лоб полезли, что человеку за твит... Вот сейчас влепили 5 лет. За твит, где там рассмотрели призывы к насилию над детьми силовиков. Я перечитал этот твит сейчас 10 раз и призывов к насилию я там не увидел. Ну то есть совершенно какая-то то, что называется overreaction, да? То есть чрезмерная и несоразмерная реакция власти на слова в интернете. Вот. Ну и это, конечно, это просто... Я привожу как пример, да? Вот здесь новости, там еще часа нет. Пример того, что... Как бы... К чему мы пришли? Вот. А начиналось все очень весело. В 90-е интернет был территорией полной свободы. Более того, и в нулевые тоже. Об этом у меня есть... Во второй серии у меня рассказывается о том, как Путина впервые познакомили с интернетом. В 99-м году, когда он начинал премьеру. И мы нашли кадры, где он встречается с интернет-общественностью. Очень забавные. Где там Тёма Лебедев в бандане, носик в кипе, сидят там за столом, вообще-то там обсуждают. И он пообещал, что он не будет трогать интернет 15 лет. Не знаю, почему такая цифра. Но, как ни странно, он практически сдержал это слово. То есть он до 12-го года, в общем, практически в интернет государство не лезло. Это была такая территория небывалой свободы. Благодаря чему, собственно, я думаю, что и мы получили тот рунет, которым можно гордиться. То есть у нас много очень передовых компаний в интернете. Вообще наш интернет очень развит. Даже приезжая в Европу, я с этим постоянно сталкиваюсь. Вездесущность интернета и его дешевизна в России, мне кажется, намного превышает многие страны Европы. Но в вашем фильме ведь есть фрагмент, где сотрудница, как раз Фетта, вспоминает о том, как она рассказывала Путину впервые о том, что такое интернет, какие сайты она ему показывала. Это один из фрагментов. И по ее словам, он тогда не был впечатлен интернетом в целом. Как она сказала, эта цитата, это помойка какая-то. Ну, это его слова. То есть он в этом смысле стабилен в отношении... Да, можно сказать так. Нет, я думаю, что интернетом он впечатлен не был. Явно его недооценил, как человек, возможно, другого поколения. Не знаю, в чем там причина, но как-то он не разглядел. Ему гораздо было интереснее заниматься на тот момент телевидением. Я как раз в тот момент работал на телевидении, поэтому меня это коснулось напрямую. Я работал в программе на Медне, на НТВ. НТВ стал первым каналом, который зачистили от частного собственника и его команды. Потом, собственно, нашу программу тоже зачистили, уволили Парфенова. Поэтому все это прошло через меня. Телевидением мы занимались очень плотно. И видно было, что это какой-то приоритет для Путина в информационном пространстве. А интернет он считал маленьким, неинтересным. В общем, в 99-м году, когда была эта встреча, интернетом пользовалось 2% людей, россиян. Поэтому, ну, что такое, пусть там себе эти умники бесятся, кто это увидит и заметит. Но когда аудитория Яндекса стала превышать аудиторию Первого канала, в общем-то, до них дошло, что, о, мы тут что-то, кажется, пропустили. И они стали срочно все это догонять с теми методами, которыми они умеют. А умеют они только как бы угрожать и запрещать. Все это, в общем, идет по нарастающей с 2012 года. И вот уже дошло до того, что за, ну, просто за какие-то совершенно... Нет, это, конечно, не невинные слова. Я прочитал этот твит. Это неприятные слова, резкие слова. Но это... У нас за убийство дают 2 года колонии-поселения. За коррупцию миллиардную. Людям дают условные сроки или отпускают, в общем. А тут 5 лет за коммент в Твиттере. То есть это сумасшествие. Ну и, к сожалению, да, все теперь развивается вот такой репрессивной модели. Принято куча законов. Вы, наверное, все о них слышали тоже с 2012 года. Как бы регулирующих, но на самом деле ограничивающих, бесконечно ограничивающих новые какие-то законтракты, которые... Цель которых поставить интернет под контроль. То есть как поставлено федеральное телевидение под контроль, тотальный. Как бы там муха без спроса не пролетит. То тут, в общем, они пытаются сделать то же самое. Но это очень сложно, потому что интернет довольно плохо контролируем. Он вообще штука такая, как бы, горизонтальная. Ее невозможно построить, как бы, по стойке смирно отстроить. Сама природа интернета, она очень анархична. И в этом смысле эта борьба довольно зачастую принимает смешные и нелепые формы. Мы видим все, как борется Роскомнадзор там с телеграммом и так далее. Все это у нас тоже в фильме об этом рассказывается. Но в целом, конечно, настроение в интернете нулевых и настроение в интернете в рунете десятых, они абсолютно разные. То есть нулевые это был такой подъем, воодушевление, рост. В десятые, как сказал Носик, там в одном из своих интервью, которые я использую в фильме, мы как будто бы живем в доме на набережной. На набережной в 37-м году в ожидании шагов на лестнице. То есть вот такие вот настроения. Очень мрачные. Эти же настроения, естественно, и у бизнеса, у инвесторов. Инвестиции падают. Десять раз они упали за последние годы. В общем, вот в такой точке мы находимся сейчас. На мой взгляд, Рунет будет уходить за пределы России, как, например, это сделал сайт «Медуза», который работает в Риге и работает на России. Вот насколько эта перспективная история, уходить за пределы российского правового поля? Ну, если про медиа говорить, то возможно. Возможно. Многие медиа просто не регистрируются как медиа. Такое тоже возможно. Ну, то есть, тут же все равно будут находить, да, как бы как и с этим бороться. Ну, то есть, допустим, история с «Яндекс.Новостями», да, вот она очень показательная. То есть, в какой-то момент государство начало бороться с этой выдачей, потому что это, опять же повторюсь, по сути, это медиа, хотя это не медиа, это поисковик. И государство уже неоднократно пыталось приравнять «Яндекс» к медиа, чтобы он подчинялся законам о СМИ, что, естественно, его ограничит настолько, что он проиграет моментально конкуренцию Гуглу и так далее. По сути, его уничтожат. То есть, если там, например, запретить мат в поиске и так далее. Поэтому, конечно, это нельзя приравнять медиа, это совершенно другой функционал. Но, по сути, конечно, люди туда заходят, в том числе, за какими-то развлечениями, информацией и так далее. И вот этот топ новостей, из него очень билось государство. «Яндекс» не уступал, потому что он говорил, что, ребята, ну это алгоритм. У нас, как бы, вот написан алгоритм. Робот ищет, как бы, по самой горячей теме, формирует их в сюжеты и так далее. Тогда просто государство начало принимать законы по поводу, как бы, ограничивающие, вводящие какие-то правила внутри этих агрегаторов. И вот теперь там могут, как бы, искаться только лица, ну определенный набор, да, как бы, медиа, это все медиа, зарегистрированные Роскомнадзором. Ну и таким образом уже вот та же медуза, да, в Риге, она отсекается. И, в общем, как бы, есть очень много способов, государство нашло способы, как, вот, например, сделать так, чтобы новости на «Яндексе» выглядели так, как им бы хотелось. Ну, то есть, вот идет такая борьба. Не случайно сериал называется «Холивар», история Рунета, то есть, это действительно битва, сейчас происходит битва. То есть, все начиналось, конечно, достаточно безоблачно, вот, но сейчас уже, в общем, это не так. Я напомню, телефон у прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, нам также можно писать в WhatsApp 230-6191. Андрей Лошак, журналист и документалист, сегодня гость программы «Абонент доступен». Ну вот, еще один ваш документальный фильм, поскольку времени у нас не так много, называется «Березовский – это кто?». И он снят даже не по книге, я бы сказала, Петра Авина «Время Березовского», а параллельно с книгой он был снят. Как бы вы ответили на этот вопрос? Кто это Березовский? Кто это Березовский? Ну, наверное, если прямо вот одно слово, он был, конечно, таким, наверное, трикстером. Вот, то есть, человеком, способным на какие-то невероятные пируэты в жизни, очень пластичным, очень лобильным, очень быстрым, вот, умевшим вовремя, да, вот, поймать какую-то, вот, оседлать какую-то волну, то есть, в советские годы он был талантливым ученым, как только появилась возможность зарабатывать деньги, другим способом, да, он стал суперуспешным коммерсантом, потом политиком, вот, но в какой-то момент, вот, что мне было интересно в этом герое, в его судьбе, это вот этот вот драматический поворот, трагический даже, в общем, в результате, когда он поругался с российской властью, то есть, этим он выделяется, скажем так, из всего остального списка Forbes российского, да, то есть, где люди предпочитают помалкивать, засунув себе язык в одно место, да, и, как бы, молча зарабатывать деньги, соглашаясь, в общем, идя на какие-то зачастую невероятные компромиссы с самими собой, вот, вот, но у Березовского оказалось, что есть вот какая-то вот, есть какая-то черта, вот, за которую он не мог перейти, это, на самом деле, для российского бизнеса не очень типично, то есть, у человека оказались некие принципы, перешагнуть, которые он не мог, они не важны, в какой плоскости находились, может быть, это была плоскость, там, не знаю, не морально уж точно, это не про Березовского, но вот, там, не знаю, принципы вот в отношениях, в отношениях к договорам и прочее, то есть, вот он в какой-то момент решил, что Путин нарушил договор и начал с ним воевать, и это вот, как бы, вот эта вот борьба, абсолютно, я бы, с моей точки зрения, Дон-Кихотовская борьба, она была изначально обречена на поражение, но он этого долгое время не хотел понимать, вот, она, конечно, интересна, ее интересно следить за этой эволюцией, за эволюцией характера Березовского, который всегда привык побеждать, всегда привык быть первым, и вдруг он оказывается, вот, под конем поверженным абсолютно, вот, чувствую, просто на коленях, и это драма, это драма, и как последний год, конечно, все от него отвернулись, и все это классическая, такая амплитуда, восхождение и низвержение, это, это невероятно, конечно, кинематографично. Вы сказали сейчас о трагическом повороте, но ведь в вашем фильме, когда спрашивают у Березовского, вы взяли кадр, вернее, свой фильм, о том, что такое триумф, вам еще очень нравится этот его ответ, что это внутренняя экспансия, он говорит, и вы, общаясь с людьми, опять же, исследуя его жизнь, как вам кажется, в какой период жизни этот триумф, вот эта внутренняя экспансия была для него наиболее очевидна? Ну, экспансия у него была все 90-е, когда он начинал бизнес в 89-м году с Логовазом, он был заведующим лабораторией, вот, к концу 90-х это была, как бы, совершенно такая демоническая личность, серый кардинал российской политики и бизнеса, который стоял просто, его уши торчали отовсюду, вот, и, ну, действительно, Березовский был главным, наверное, одним из ключевых фигур России 90-х при Ельцине, поэтому, ну, куда уж больше-то экспансии, о какой еще экспансии можно мечтать, то есть он, в общем, в этот момент вот достиг всего. И паразитным образом, вот, как бы, в течение очень быстрого времени всего этого лишился. Не стала ли эта экспансия, в том числе, и губительной, и разрушительной для него, этот талант к стремлению? Конечно, конечно, конечно. Ну, то есть, в какой-то момент просто, да, его, эта экспансия вошла вот в противоречие с... Ему эта экспансия была нужна, но она вошла в противоречие с его возможностями. Когда он оказался в Лондоне, и от него уже все стали отворачиваться, понимая, что, как бы, он тратит деньги на какие-то странные вещи и так далее и тому подобное, у него, там, как один из наших героев говорит, как бы, вот территория, она сжималась, как шагриневая кожа, да, ее становилось все меньше и меньше, на которые, вот, можно, вот, как бы, себя экспансировать, не знаю, как это правильно сказать по-русски, вот. И в этом была его трагедия, то есть, он человек, который привык завоевывать мир, и он лишился этой возможности. И вот тут, я думаю, в этом, собственно, и есть причина самоубийства основная, что он не мог жить жизнью, тихой жизнью зажиточного пенсионера. Ну, нужен был мир, а возможностей завоевывать мир больше не было. Он всегда это делал с помощью денег, прежде всего. Проиграв Судо Брамович, он лишился денег и, соответственно, лишился возможности экспансии. Книгу. Но вообще свойства бизнесменов экспансии, это больших бизнесменов, без этого невозможно построение никакого крупного бизнеса. И это в сериале, возвращаясь к Рунету, мы как-то сразу в политику скатились, но на самом деле у меня первые четыре серии, они вообще не про политику, а не про то, как он строился. И веселые штуки там, типа подонков и так далее. Вот. И у нас интервью с крупными бизнесменами, инвесторами в Рунет, Мильнером, например. И там то же самое. То есть Мильнер, например, он был, вообще изначально он физик, потом он был управляющим, он закончил западную бизнес-школу, сейчас не скажу какую, уже не помню. И вот он начал еще в 90-е заниматься какими-то инвестициями, он был арбитражным управляющим, чуть ли не на макаронной фабрике. Потом прочитал статью где-то в западной прессе, как человек, один из немногих в те времена, имеющий там западный МВА, прочитал, увидел про вот этот доткомовский пузырь, который надувался, решил, что надо срочно заняться интернетом в России, которого тогда еще почти не было. Начал скупать все подряд, да, и вот постепенно холдинг Майл.ру, это как бы вот как раз пример такой невероятной экспансии. То есть в результате там оказался игровой бизнес, лучшие компании они купили, они купили все соцсети, какие могли купить. В результате это вот как бы оказалась такая огромная штука, где есть все. И эту штуку Мильнер продает, потому что ему опять же стало тесновато, да, вот в рамках Рунета. Он выходит на IPO, как бы получает огромные деньги, выходит из бизнеса и начинает его уже строить в силиконовой долине. И сейчас он один из крупнейших инвесторов, уже глобальных инвесторов в Рунет. И он уже занимается такими проектами, как, например, запуск спутника, запуск, нет, даже не спутника, корабля космического в другую галактику. То есть это не бред. Мильнер не занимается бредовыми вещами, как бы, но звучит как бред из научной фантастики такой. Да, но это правда. То есть он уже потратил там сотню миллионов на этот проект, в нем участвовал Стивен Хокинг. Вот, вот такими вещами он занимается. Ну вот это и есть экспансия. Куда уж теперь дальше экспансироваться, если он уже космос покоряет. Вот это вот, поэтому это, в принципе, свойство любого крупного талантливого бизнесмена. Но вот случаются, конечно, и осечки. О книге «Время Березовского», которую написал Петр Авин, и он сам проводил интервью. Кстати, это интересно, что «Миллиардер» писал о «Миллиардере». Как раз много самых разных отзывов. От восхищения до отрицания. Потому что Демьян Кудрявцев, в частности, считает эту книгу не очень хорошей, мягко говоря, и критикует ее во многих интервью. Вот, на ваш взгляд, насколько Авин, будучи человеком того времени, хорошо знакомым и участвующим во многом процессе, насколько он объективно постарался показать роль Бориса Абрамовича? Ну, я не знаю, наверное, не до конца объективно. Ему сложно быть объективным. Вот лично, например, от меня. Для меня Березовский человек, как бы, из новостей в газете «Коммерсант» в конце 90-х. Вот, я знал его только так. А, конечно же, с Авином они были друзья долгое время. И тогда еще, как бы, они не были супербогатыми людьми, занимались наукой. Вот. Потом уже и бизнесом. Поэтому очень личное отношение, конечно, к Березовскому. И, судя по тому, сколько раз он повторяет во время интервью, пересказывает историю, как Березовский отказался ему пожать руку в Лондоне на какой-то случайной встрече, это явно какая-то глубокая травма личная. И, конечно же, я думаю, мотивы его написания этой книги и вообще того, что он взялся за эту тему, они какие-то очень личные. Но тут надо не быть Авином спрашивать. Но вам тяжело работалось с Петром Авином, учитывая его статус и его сустава? Нет, мы уже делали проект о второй школе. Я Петра Олеговича уже знаю, в общем, не первый год. И когда ему приходят какие-то идеи, которые связаны с фильмами, он, по крайней мере, так было в последнее время, он как бы обращается ко мне. Как правило, это интересные штуки. То есть вот эти два проекта, которые мы делали вместе, я их делал с большим удовольствием. Они созвучны моим интересом. Это же был проект про вторую школу. Это такая диссидентская была школа, очень такая либеральная, свободолюбивая, математическая вторая школа, в которой учился Авин. И мы сделали проект про эту школу. Ее разогнали, естественно, когда закончилось вот теперь. Но в вашем фильме ведь есть эпизод, который не является непосредственно разговором о Березовском. Это диалог Чубайса и Петра Авина. Вы сделали его таким, вынесли его якобы за скобки. Это спор либерала и экс-либерала, если так можно сказать, о том, что важнее, свобода или Родина. Вот как раз вспоминается и Довлатов, о почвенниках и либералов. Здесь можно привести такую параллель. Этот спор вечный, на ваш взгляд? Почему вы решили его так акцентировать? Ну, мне показалось, что просто... Ну, во-первых, просто он не влезал в фильм, потому что это все-таки такое немножко уже было офф-топик, как бы. Но он достоин, безусловно, того, чтобы его посмотрели люди и как-то с ним внимательнее ознакомились. Потому что в нем, в общем, в нем очень многое про то, что... Про то, что... Он при этом все равно про историю и Березовского, и про историю России. Потому что чем хороша история про Березовского? Это история про Россию. Березовский как ключевой игрок, как суперактивный человек. Ну, как бы его судьба отразила в себе судьбу страны. Это так всегда бывает с крупными, как бы, общественными фигурами. Вот. Поэтому вот в его, как бы... В некотором смысле, да, он остался верен своим убеждениям. То есть вот он, может быть, даже... Это, конечно, будет большой натяжкой, но, в общем-то, так вот, если уж совсем прям как бы абстрагироваться, в общем, он за них и умер. То есть он, как только Путин начал принимать вот эти законы, собственно, как он поругался, да, там, по поводу прямого назначения губернаторов, и вот так далее, вот эти вот начались какие-то законы. Когда он еще даже был премьером ИО, президентом, они уже... Он уже тут же начал выстраивать вот эту модель вертикали власти. И, собственно, у Березовского, у которого были какие-то договоренности с губернаторами, он их подтягивал, чтобы создать как раз это лобби из партии единства в Думе. Вот, он начал как бы возмущаться. То есть, в общем, его вот эта вот как бы модель такого полицейского жесткого государства, она явно ему не устраивала. Он совершенно по-другому себе представлял как бы ту страну, которая будет при Путине, которого он, в общем, во многом тоже проталкивал наверх. Вот. И он с этим не смирился. Представляете, как бы тут же оказался в Лондоне, стал врагом России номер один. А Чубайс принял эту модель. Хотя в 90-е они были, в общем, по сути, часто как бы по одну сторону баррикад, хотя тоже воевали друг с другом. Но в целом они как бы считались таким либеральным блоком, людьми, которые, в общем, были за какой-то европейский путь развития, за рыночные отношения, за либеральную экономику и политику. Вот. И вот этот вот, конечно, момент того, что и Авин, надо сказать, несмотря на то, что он остался в России, он тоже, в общем, не скрывает своих либеральных убеждений. Он как бы говорит о том, что для меня всегда личность будет важнее государства. И свобода, соответственно, тоже. Он об этом говорит. А Чубайс нет. Чубайс – человек, который остался внутри системы, человек, который продолжает функционировать там как некий системный элемент. То есть с ним произошли вот эти вот какие-то, я не знаю, печальные или не печальные, но необратимые, видимо, изменения. То есть вот он встроился и изменился. Это интересно. Ну, как мне это интересно, как человеку, которому вообще интересно наблюдать за людьми. Из антропологических интересов. Как вот компромиссы, как они, собственно, меняют человека изнутри. Вот он очень обиделся. Я там как бы себе позволил какие-то комментарии на этот счет, когда меня вот так же как вы кто-то спросил. Вот он обиделся. Написал в Фейсбуке совершенно идиотский, по-моему, пост про меня там. Какой я лжец. И типа подменил там слово «Родина» на государство. Что, в общем, на самом деле уже частности. А фактом является то, что человек изменил своим убеждением. Вопрос из интернета, который относится к интернету. Возвращаясь к теме «Рунета». Артем у вас спрашивает, как вы относитесь к ютуб-проектам, ну, в частности, Дудя, Пивоварова, Пьяных, фейк-ньюс от дождя и так далее. Ну, замечательно отношусь. Я вообще очень рад, что, возвращаясь к началу разговора, что Путин и сразу же, собственно, как бы почта, телеграф, телефон, то есть он сразу начал захвата независимого телеканала НТВ, тогда единственного самого крупного канала на главной кнопке, на одной из главных. Понятно, что это было ему очень важно. И, видимо, он и его окружение считали, что таким образом они получают контроль над умонастроениями. И, собственно, с этого момента началась цензура, я все видел, помню, и как постепенно, постепенно выхолачивалась вообще любая свобода, любая критика. В результате телевидения превратилось просто в программу «Время советских времен», где только про Путина, про успехи и про, значит, злодей, вражеский Запад. И это ужасно. То есть так невозможно делать такое телевидение в 21 веке в России, которое все-таки европейская страна, хотя бы географически. Поэтому они, конечно, в результате... Это все привело к тому, что молодая аудитория... Это не только в России происходит, но в России это было, я думаю, усугублено этими обстоятельствами. Молодая аудитория, в общем, перестала смотреть телевизор и поселилась в YouTube, который в этот момент очень кстати появился. И я считаю, что в России YouTube, как говорят там про это, в России больше, чем про это, в YouTube в России точно больше, чем YouTube. Это как бы такая вот свободная площадка, где можно практически все, где нет вот этой вот цензуры, во-первых, политической, во-вторых, там можно, мол, ругаться матом, там можно обсуждать то, что нельзя обсуждать по телевизору. В общем, там, короче, не работают вот все эти ограничения, которые работают в СМИ. Там есть свои ограничения, безусловно. Но они должны быть. Но нет вот этой родительской еще цензуры, скажем так, да, не ковыряйся в носу. Вот, поэтому как бы там появилась вот эта культура видеоблогеров, она расцвела пышным светом. И современные видеоблогеры это современные рок-звезды. То есть, если вы видели там кадры из каких-нибудь видфестов, любой, как бы, любая звезда там, которая там набирает миллион просмотров, это тысячи поклонников, которые там ломятся на них, как на рок-концерты раньше. Вот. Это, конечно, поразительно. Но в результате это дало действительно какой-нибудь интересный эффект, что тут теперь в YouTube приходят большие, как бы, крупные журналисты, серьезные ребята, типа Леша Пивоварова. Вот. И начинают уже там делать... Дудь, собственно, тоже пришел как журналист туда же. И он был первым, и он сделал всех. Вот. Он был первым, я имею в виду, журналистом профессиональным, который пришел в YouTube. И сейчас там подтягиваются и остальные, и это место становится очень интересным. Теперь там не только, как бы, эти вот маленькие кривляки, там, и какие-то бьюти-блогерши, серьезные ребята, за продуктом которых интересно следить. Поэтому YouTube, это, конечно, такой, как бы, pain in the ass, я бы сказал, российской власти. Они не понимают, что с этим делать, как это контролировать, потому что это Google. И как бороться с Google, пока еще в России не придумали. Вот. Вот они с ноября должны заработать закон об автономном Рунете, который позволяет, в принципе, все это вырубить. одним, как бы, одним, нажатием одной кнопки. Вот. Посмотрим. Посмотрим, дойдет до этого или нет. Если дойдет, то, действительно, мне очень интересно было бы посмотреть, что будет дальше. На ваш взгляд, нет ли сейчас другой проблемы, что тот же YouTube и Facebook, такие крупные площадки, которые могут уже контролировать и цензурировать в том числе сообщения, они редко попадают в бан в Facebook, люди, которые высказывают мнение, и иногда возникают вопросы, а почему, собственно, они попадают в этот бан? Что вроде как интернет – это такая территория свобода, но крупные корпорации уже взяли его под контроль, потому что если ты хочешь привести до большой аудитории, тебе нужно идти в YouTube, а это Google. Это проблема сегодня? Это такая проблема, безусловно. Ну, просто я ей не занимаюсь, поскольку я делаю фильм про Рунет. Глобальные корпорации – это скорее конкуренты Рунета, поэтому это уже как бы вопросы к ним. Все-таки это такие… Это как бы цензура внутри… Ну, не нравится Facebook тебе и его правила, да? Переходи в ВКонтакте. Не нравится ВКонтакте – переходи в Одноклассники. Мне кажется, это безусловно проблема, потому что эти компании, их владельцы, точнее, получили какую-то сумасшедшую власть над людьми, вот. Но мне кажется, для России более острая проблема, когда государство пытается регулировать. Потому что, когда в это вылезает государство, это уже не частный человек, который регулирует свою площадку, а это государство, которое пытается регулировать всю поляну сразу. И вот эта цензура меня гораздо более беспокоит. Потому что, ну, окей, тебе не нравится, что Цукерберг банит за слово «жид», ну, хорошо, иди ВКонтакте, там можно это делать. Но когда тебе начинают, как бы, вот навязывать уже правила, не ругай там власть, вообще никак. Ну, что это такое? Вот это мне не нравится категорически. И поэтому, мне кажется, для России это более актуальная проблема. Вы согласны с тем, что свобода заканчивается там, где появляется влияние? Ну, в телеканал «Дождь», когда начал расти, то, в общем, потом у них в какой-то момент тоже начались проблемы. И так далее, и там подобное. И об этом говорят и сотрудники «Эхо Москвы», что если в очередной какой-то будет побит рейтинг, то, в общем, им могут указать на то, что, ну, ребята, надо как бы остановиться. Есть такая сейчас в России история? Пока ты не влиятельный, пока у тебя там аудитория не превышает какой-то допустимый предел, соответственно, можешь говорить, что хочешь. Как только выйдешь на определенный уровень, придут соответствующие. Безусловно, мы рассказываем достаточно подробную историю ленты «Ру». Это классический пример того, что, да, то есть как бы, как только ты набираешь аудиторию сопоставимую с телевидением, с федеральными каналами, тобой начинают заниматься серьезные ребята. И как только лента получила 25 миллионов уников в месяц, за ней пришли. Вот. И это очень грустная, важная для всех медиа история. То есть, собственно, после разгона НТВ, наверное, команды НТВ, да, разгон ленты, это вот второй по важности, скажем так, вторая по важности веха, да, вот в истории цензуры при этом режиме. Звонок у нас. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Александр. Да, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, вот Владимир Бортко снял свою кандидатуру в Питере. Новость, конечно, ошеломляющая. Это почище всех этих протестов либеральных. Почему ваша либеральная пресса, так сказать, молчит везде? Ни телеканал, дождь, ни ничего, вообще молчит. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, много об этом говорили. Не знаю. Слушайте, я сейчас не смотрю либеральную прессу. Захожу раз в день на Фейсбук, а в основном я просто монтирую свой сериал, потому что он выходит пятого, первая серия, а седьмая только в процессе монтажа, поэтому у меня немножко сейчас не до этого. Не могу отвечать за всю либеральную прессу России. Фильм будет доступен, кстати, в интернете? Да, конечно, он выходит на Ютьюбе, то есть он будет в настоящее время. На телеканале в настоящее время, да. Да, и в Ютьюбе. Это, конечно, очень важно, все-таки фильм про Рунет должен быть в паблике. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время, вышли в эфир программы «Абонент доступен». журналист Андрей Лошак был гостем нашей программы. Спасибо, всего доброго и до свидания. Спасибо.